В начале улицы Карла Маркса появился новый светофор между автозаправкой и мясокомбинатом. Сначала он работал в желтом мигающем режиме, сейчас для перехода пешеходов подключили кнопку. По итогам прошлого года это место было признано опасным, с большим количеством ДТП. И участок такой в городе не один. Например, по информации госавтоинспекции, на перекрестке Ленина и Пролетарской в 2023 году было 4 аварии. А значит, это тоже место концентрации ДТП. Здесь также предлагается установить светофор. Уже разработана проектно-сметная документация. Наши предложения на основе анализа аварийности. Всего у нас 19 очагов. Эти предложения рассматриваются администрацией. Не обязательно это могут быть светофорные объекты. Не обязательно рассматриваются такие варианты, как и подземные пешеходные переходы. Если мы говорим о столкновении, то запрещение левого поворота. Конечное решение остается за собственником уличной дорожности, за администрацией. У нас разработана проектно-сметная документация на 10 светофорных объектов, которые разрабатываются у нас с 2021 по 2023 год. Мы планируем, наверное, большую часть объектов этих сделать в этом году за счет, повторюсь, местного бюджета. То есть данное решение будет принято на февральское заседание Городской думы. А то, что не успеем сделать, то, наверное, будем планировать уже на будущий 2025 год. Может быть, возможно, если нам Минтранс разрешит, то это будет сделано за счет средств федеральной программы безопасной и качественной дороги.